посмотрите какая туча идет грамма громыхает прям гром сильный гром грохочет я собрала уже все белье и меня осталось только отнести полотенце иду полотенце относить и еще у меня сейчас задача выкинуть соленые огурцы мама закрывает трехлитровых банков огурцы и они такие как бочковые соленые сильно но сегодня достали чтобы сделать рассольник и выяснилось что все они мягкие покрылись уже белым налетом в общем уже начали гнить его сейчас буду выкидывать хочу успеть до дождя только мы все деревне начали радоваться что сняли пуховики мама мне чего говорит к обошли гулять собаками вечными говорит сфотографируй меня а то 3 июня а я в пуховике гуляю с собакой поэтому ну да такое вот лето началось и в пуховике а сегодня видите полдня очень было тепло я даже отдела футболочку маечки все дела и в итоге опять у нас дождь вчера дошел до двух часов ночи причем вечером начался прям вот как стеной ливень и вот мой трехлитровый банк который надо выкинуть видите все с гнильем все вот испортились крышки вздулись некоторых открылись ужас какой одну я еще выкинула уже и одну мы все-таки немножко использовали вот часто дождя не надо все это дело выкинуть его нас вот не люблю я такой закрутку я люблю все таки когда с уксусом и когда сладенький но не вот этот ужас все побежал выкидывать посмотрите что стал защитные секунды вечер дождь Кошмар какой-то. Все сверкает. Ветер страшный. Посмотрите отсюда, что происходит. Я с веранды снимаю. Кошмар. Соседних домов толком не видно даже. Прям резко. Вот только я снимала, все вам показывала. И что началось? Вообще. Вот стихи, да? Ужастики. Молния сейчас сверкает. О, гром какой. Ну, кошмар. Пойду в дом. Вообще, какие порывы ветра. Сильные. Кошмар. Вы видели, какой был дождь. И сейчас все это прошло. И резко появилось солнышко. Солнышко палит. В общем, достаточно так стало жарко. Вообще, что показывает нам природа? Уму непостижимо. Все теплицы запотели. Масуши. Видите, ирисы. Побилы ирисы легли. Крышка от банок. Я банки вон там вот оставляла крышки, вот здесь. И вот сюда прилетела крышка. Так же вот заборчик опустила. И даже вот у малины получается изгородь. Видите, снесло. И некоторую малину повалило. До такой степени был сильный ветер. Сейчас будем восстанавливать все эти дела. Вот, все снесло. В общем, как вы сами видели, ветер был ужасно сильный. И до что же самое. Прям какой-то коллапс. Мы вышли прогуляться с собаками. Специально дошли до поймы. Хочу вам показать, как у нас пришла вода. И наконец-то в пойме есть вода. Видите, пойма вся-вся-вся-вся-вся наполнилась водой. И у нас получается на задах тоже вода. А еще прикол. Там вот курица гуляет. И там есть петух. Майлз туда побежал, и петух чуть на него не набросился. Что еще раз доказывает, что наш Майлз бесстрашный воин. Который ничего не боится. Вон соседи до сих пор еще тюльпаны цветут. Пишет, 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 пишет. Привет, Малсу же привел. Ты где был-то? Где был-то? Пиши, скри, скри. Мы сейчас погуляем по деревне. Приду домой, покажу, какое же художество мы делали с мамой. Пока что шел дождь. Просто так мы без дела не сидим. Наши руки не для скуки. Проект данного пирога. Каравай. Каравай был у нас еще в том году. И, наконец-то, видите, все совпало. И мы сделали этот торт-карапай. В общем, весело и задорно. Приду домой, покажу, как можно немножко поменять ландшафт на вашей даче своими руками и подручными средствами. Не судите строго, так как это все равно еще не доделанный экземпляр. Мы обдумываем, думаем, что сделать дальше. Но, как бы, уже начало положено. Мы с мамой назвали это каравай. Может быть, конечно, похоже больше на торт. Но у нас каравай. В общем, мы прилепили сюда все, что у нас было. Улипки, ракушки, мидии. В общем, все-все-все-все. Вот здесь вот даже божьи коровки, пчелка. И возглавляет все это дело черепаха. Теперь мы думаем о том, что мы... Вот этот тазик, он у нас лопнул на самом деле. Поэтому мы решили его облагородить. Теперь мы думаем о том, что надо убрать вот эту синету. И Татьяна подсказала, что надо накрасить это все дело клеем. И потом засыпать песком. Песок прилипнет к клею. И будет уже по-другому смотреться. Но пока что это так. Тут у меня отвалилось уже. Здесь у меня Майлз со мной. Так смотрится, конечно, немножко так убогенько. Но смотрите, если поставить так далеко. А еще представьте, что это все стоит в травке. И синего цвета нет. Уже смотрится интересней. Еще я думаю найти всякие там 5 копеечные монеты, 10 копеечные. И тоже прилепить. Вот так. Такое произведение искусства. В общем, теперь осталось дело за малым. Додумать, довести до ума. И сделать что-то дельное. И видите, как я вам и говорила, наш огород заканчивается. Там вот посадка туи, где я сажала еще облепиху. И дальше начинается водоем. В общем, за эти дни, которые были что дождливые, река, видите, разлилась. По идее она у нас всегда разливается весной. А я на столь интересной ноте буду с вами прощаться. До новых видео. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.